На самом деле вся история с Навальным, она проста как пять копеек. Навальный на берегу получил достаточно крупный транш. Ну, возможно, порядка двух миллионов долларов, 60 миллионов рублей или около того на компанию. И сказать, откуда этот транш, кто ему его дал, для него недопустимо, неприемлемо. Потому что если он назовет человека, который дал ему эти деньги, его политическая карьера закончится тут же. Ну, эти деньги могла дать какая-то крупная финансово-промышленная группировка. Условно говоря, там Альфа Групп какая-нибудь. И для Навального сказать, что он получил эти деньги от Альфа Групп, это все равно, что повесить на себя, значит, табличку, значит, если не Фридман, то кто, да? И что-то вот в этом роде. Это конец всей компании. Поэтому Навальный придумал вот эту схему с Яндекс.Кошельками и якобы сбором средств через пожертвования. На самом деле это легализация вот этого крупного транша, который был получен на берегу. И самое главное, это не перечисление через Яндекс.Кошельки, а те транши, которые Навальный получает через Московский кредитный банк, через Евросеть, через Банк Русский Стандарт, через Единую систему городских платежей и так далее. То есть это платежи по 10-15 тысяч рублей, которые идут с интервалом в секунду, а иногда в доли секунды. И это серийные такие платежи, ими переводятся крупные суммы. Например, за два часа Навальный таким образом получает 600 тысяч рублей. То есть это зафиксированные, задокументированные случаи. А вся система и вся история с Яндекс.Кошельками, она была призвана разбавить вот эту вот картину, сделать ее не такой бросающейся в глаза и попытаться это замаскировать под пожертвования частных лиц. Но в итоге это вызвало еще больший скандал. разговоры о зарубежном финансировании Навального, о финансовых нарушениях, о возможной даже снятии с дистанции. Но важно понимать, что Навальный сознательно шел на это, потому что не пойти на этот скандал он не мог. Это для него меньший скандал, чем признать, что финансирование он получил вот от этого человека, от этой компании или от этого государства. Субтитры создавал DimaTorzok